МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долой из партии, куда уходит первый номер в списке Батькивщины и какой проект задумала Надежда Савченко. Из бизнесменов в дипломаты. Кого Дональд Трамп хочет усадить в кресло госсекретаря ШАМ? В Чернигове продолжают разбирать руины обрушившегося вчера общежития. Спасатели работают уже больше суток. Что осталось от здания? Сколько людей пострадало? Почему жилой дом рухнул? Все детали в сюжете Натальи Савченко. Разобрать руины общежития спасатели обещают до завтра. Лишь после этого жителей пустят в уцелевшее помещение. Вчера из-за угрозы повторного обвала им не дали забрать даже документы. Из-за обвала перекрытий в общежитии швейной фабрики полностью разрушены 6 квартир. Но эвакуировать пришлось всех 190 жителей из-за риска повторного обвала. Большинство из них приютили родственники. Тех, кому идти некуда, расселили по гостиницам. В больнице эту ночь провели только семья Турчин. Их сын под обвалом пролежал несколько часов. И только чудом остался цел. Еще 7 пострадавших от госпитализации отказались. Не удалось спасти 25-летнюю Анастасию Деревянко. На нее рухнули перекрытия. Женщина погибла мгновенно. У нее осталась 5-летняя дочь Маша. Мама погибшей утверждает, об опасности знали все. Незадолго до трагедии несущие конструкции начали покрываться трещинами. Жильцы не единожды жаловались в ЖЭК. Под ногами у нас плитка, она поднялась. Пошел раскол вверху. У меня комната была поклеена. Полностью все обои потрескались. Они трескались, я сидела и чула, как они трескаются. Их месяц назад сказали, у вас не критическая ситуация. Почему никто не сделал комиссию? Жителям, чьи вещи остались под завалами, в мэрии пообещали выплатить по 5 тысяч гривен. Остальные получат по 750 гривен компенсации. Сегодня люди пришли на встречу с городоначальником, чтобы узнать, что им делать дальше. Расташевание этих людей и наша поддержка, она будет в тот час, сколько нам понадобится для того, чтобы вырешить вопросы по сути с житлой. По факту смерти женщины открыто уголовное дело. Начальник ЖЭКа, на балансе которого стояла четырехэтажка, уволен. Причины трагедии будет выяснять комиссия. Первые выводы по разрушениям уже сделали спасатели. Пока что лишь одна причина, это аварийный стан самой будильной. На брифинге городской глава сообщил, каждый десятый дом в Чернигове старше 60 лет. А это значит в зоне риска. Наталья Савченко, Наталья Тегныря-Дно, Андрей Кузнецов, Сергей Будько. Подробности телеканал Интер Чернигов. Что сейчас происходит на месте рухнувшего здания? Узнаем у Натальи Савченко, она с нами на прямой связи. Наташа, здравствуй. Расскажи, спасатели еще продолжают разбирать завалы. Какая ситуация? Добрый день, студия. Сейчас Черниговское общежитие оцеплено правоохранителями во избежание новых жертв и мародерства. Несколько часов назад спасатели закончили разбирать завалы. Части перекрытий вместе с личными вещами жителей вывозили с самого утра. На месте работало чуть-чуть меньше, чем полторы сотни спасателей. Однако жители все еще не пускают в общежитие. С завтрашнего утра здесь будут работать следователи и также специальная комиссия. В нее городские власти пообещали включить независимых экспертов. Они будут решать, что делать с домом дальше. Достраивать обвалившееся перекрытие и фасад или же сносить дом полностью. На общественных слушаниях, которые прошли сегодня, категорически против достройки аварийного здания выступили сами жители. Однако последнее слово останется, как я уже и говорила, за экспертами. Пока что это вся информация. Наташа, спасибо за детали. Это была Наталья Савченко. Она сейчас в Чернигове следит за ситуацией вокруг рухнувшего вчера здания. Любишь кататься? Объяснись. Вслед за квартирой депутата Лещенко Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось собственностью другого нардепа. Речь о новеньком дорогом немецком внедорожнике. Его в ноябре этого года купил Вадим Денисенко, депутат от БПП. По цене ниже минимальной рыночной, утверждают в ведомстве, там же теперь проверяют, не было ли в этом нарушения. В частности, что касается ограничений по получению подарков. Нардепы уже направили соответствующий запрос для получения объяснений и копий документов о покупке. Интересно, что стоит такая машина более 2 миллионов гривен. В Днепре хотят отменить систему электронных закупок Прозора. Кстати, подобные иски уже рассматривали в Сумах и Киеве. О минусах системы заговорили и эксперты. В чем они и к чему могут привести, разбирались наши корреспонденты. Решение отменить в Днепре систему электронных закупок Прозора суд принял недолго думая. В ходе единственного заседания еще 17 октября. С таким иском обращалась частная коммунальная компания Жилкомсервис Днепр. В городе об этом мало кто знает. Общественники, например, выяснили случайно из реестра судебных решений. Говорят, что подобные слушания проходят кулуарно, не случайно. И предполагают, что Жилкомсервис Днепр может быть подставной компанией, связанной с местными властями. К тому же репутация у нее довольно подозрительная. Компания Жилкомсервис, есть часть, что к этой компании, можно сказать, не относительно криминального проведения, а есть криминальные проведения относительно компании, которые совершили махинации и банкротили коммунальные предприятия. И вот в ухвалах следственных судей также фигурует эта компания. И поэтому, возможно, сказать, что какой-то связи между ними есть. Сегодня суд собрался снова, апелляционный. Обратились активисты с требованием и дальше проводить закупки через Прозоро. Ни представителей Горсовета, ни представителей Жилкомсервис Днепра не было. Мы попытались найти компанию, чтобы узнать, почему они против электронной системы закупок. Но по адресу регистрации переулок Калинина, 21, оказался недострой. Руководитель компании по телефону ничего объяснять не стала. Жилкомсервис Днепр далеко не первый, кто пытается запретить в городе систему электронных закупок, рассказывают представители громадского контроля. У нас есть ряд фирм, которых не устраивает Прозоро, потому что они не могут работать по старым схемам. Когда зашел в кабинет, договорился, и они становятся победителем, либо выполнителем данных работ. Но Прозоро вовсе не панацея от коррупции. Например, в нацполиции через эту систему закупили новенькие авто. Но вместо того, чтобы сэкономить, наценка составила 30%. К тому же в торгах принимала участие только одна компания. Получается, требования писали не только под конкретную машину, но и под конкретную коммерческую структуру. Насколько прозрачно Прозоро, этим вопросом задаются и эксперты. Уверены, электронная система тоже поддается влиянию. Вона допускает так же, как и любая система, маніпуляции. В первую очередь, мова идет о инсайдерской информации. Если есть задача победить какой-то компании, и в это задача задействованы все структури влады, эта компания победит. Особенно на региональном уровне система Прозоро используется, в том числе, и теневыми структурами для того, чтобы выиграть тендер. И поэтому не нужно остановиться на системе Прозоро, нужно делать кадровую чистку. Выходит, если нужным людям понадобится стать победителем или единственным участником торгов, устроить это вполне реально. И обойти можно любую, даже самую прозрачную систему. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. Что там Прозоро? Электронные системы и сайты важнейших украинских государственных ведомств оказываются достаточно уязвимы. Сегодня хакеры взломали официальную страницу Министерства обороны. Она не работает. В пресс-службе заявили, это кибератака, но деталей, когда возобновит работу сайт, не сообщили. Напомню, на прошлой неделе хакеры взломали сайты и электронные системы Минфина и Госказначейства. Там сразу же заявили, это попытка срыва бюджетного процесса и нужны деньги для защиты. Поэтому ведомствам тут как тут накапали на счет 80 миллионов гривен на восстановление поврежденных систем и антивирусы. Но история с хакерской атакой стала для Госказначейства не только поводом получить деньги, но и придержать. Речь идет о средствах, предназначенных для фермеров. Во всяком случае, так утверждает гендиректор Украинского госфонда поддержки фермерских хозяйств Иван Слободянник. И хотя с документами все в полном порядке и необходимые бумаги подписаны, аграрии сомневаются, что до Нового года получат свои средства. И если в Украине хакерские атаки открывают финансовые перспективы, то в США это повод для расследований политических. Обе палаты Конгресса и обе лидирующие партии призвали расследовать кибератаки во время президентских выборов. Российские хакеры неоднократно атаковали серверы политических организаций. И хотя непосредственно в день голосования взломов не фиксировали, кибератаки могли значительно повлиять на результаты голосования. Создать специальную комиссию, подключить комитет по делам разведки, американские политики решили единогласно. А победитель президентских выборов Дональд Трамп тем временем определился с кандидатом на одну из важнейших должностей. Новым государственным секретарем станет Рекс Тилерсон, глава крупнейшей нефтяной компании мира. Что это за человек, чего ждать от бизнесмена, а вскоре уже и главного дипломата США. Дмитрий Анопченко об этом из Вашингтона. Ни одному реалити-шоу в мире и не снились такие страсти и такие рейтинги. С назначением госсекретаря Соединенных Штатов Дональд Трамп тянул до последнего, называл разные фамилии, постоянно переносил дедлайн. Накануне всю страну заинтриговал, сообщив, назовет фамилию завтра утром. И вот сегодня не было и 7 утра, точнее в 6.45. Опубликовал твит. Сообщил Америке. Выбрал. Это Рекс Тилерсон. 64 года, огромное состояние, только зарплата 27 миллионов долларов в год и огромный авторитет. Форбс который год включает его в число 25 самых влиятельных людей мира. 40 лет на одном месте Тилерсон никогда не был на госслужбе. Всю жизнь работал в крупнейшей в мире частной нефтяной компании – ExxonMobil. Последние 10 лет был ее главой. Что удивительно, до этого он вообще не был знаком с Трампом. Слишком уж разные интересы. Впервые встретился с ним ровно неделю назад. Потом еще раз. Как признались в команде Трампа, чем больше два бизнесмена общались, тем больше общего находили во взглядах на жизнь и политику. Сообщив стране о назначении, Трамп назвал Тилерсона одним из по-настоящему великих лидеров бизнеса. И сформулировал его главную задачу – отстаивать стратегические национальные интересы в Соединенных Штатах. Какую позицию Тилерсон займет по главным болевым точкам, Сирии и Ближнему Востоку в целом, Северной Кореи и контролю над ядерным оружием, России и Украине, сегодня даже люди, знающие его лично, не берутся предсказывать. Лишь говорят, в переговорах и общении он очень прямой. И напоминают его слова, сказанные не так давно во время выступления на лекции в техасской бизнес-школе. «Я очень предсказуемый. Те же русские знают, что «нет» для меня означает «нет» и обсуждать бессмысленно, ничего не изменится. А когда я говорю «да», значит выполню». Чему Тилерсон скажет «да», а чему «нет» выяснится в самое ближайшее время. Ведь кандидатов в государственные секретари, которого предлагает президент, должен еще утвердить Конгресс. Но конгрессмены перед тем, как проголосовать, обязательно зададут ему вопросы и о санкциях, и России, и о знакомстве с Путиным. Но сейчас, сейчас вся пресса пишет все-таки о другом. Многие думали, что Трамп человек без опыта в большой политике, окружит себя теми, кто в ней профи. И поэтому так ждали оглашения главных фамилий в новой команде. Чтобы с новым курсом страны сразу все стало ясно. Но оказалось, что и госсекретарь – темная лошадка. А значит, кадровые гадания на этом не прекратятся. И Америка опять будет думать, кто станет теперь помогать и советовать госсекретарю. Кого Тилерсон возьмет себе в заместители и помощники? И кто станет новой Викторией Нуланд, ответственным за Украину? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Ответственные в Брюсселе за решение вопроса об украинском безвизе сегодня отрапортовали «Киев все обязательства выполнил». В совместном отчете Европейских служб по внешней политике и безопасности, в который раз подтвердили, что Украина выполнила все условия для свободного передвижения своих граждан по Европе. Безвизовый режим должен заработать на практике через несколько месяцев. А в ближайшие дни будут решаться проблемы ратификации соглашения об ассоциации с Украиной, заявил посол ЕС в Украине Хюго Мингарелли. Это решение уже было принято. Есть согласие всех 28 стран ЕС. Безвизовый режим вступит в силу через несколько месяцев. Я не могу назвать точную дату, но речь идет только о юридических формальностях внутри Европейского Союза. На новости из Брюсселя отреагировал и президент Украины. На своих страницах в соцсетях Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за справедливую оценку работы со стороны Украины и призвал украинские политические силы вместе продолжить работу на благо украинского народа. Санкции Евросоюза против России продлят еще на полгода. Это произойдет в четверг на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе. Чего ждать от этой встречи Украине и как Британии указали на ее место? Светлана Чернецкая из Лондона. Лондону устроили показательный Brexit. Премьера Великобритании не пригласили на неформальный рабочий ужин после Брюссельского саммита. То есть все 28 лидеров стран ЕС будут сотрудничать на протяжении дня, обсуждать насущные проблемы, а всем вечером попрощаются с Терезой Мэй и отправят ее домой, а сами продолжат задушевные разговоры за трапезой. И, конечно же, за спиной британского премьера будут обсуждать, как дальше строить отношения со страной, отколовшейся от европейской семьи. В Лондоне этому не рады, но изменить ситуацию не могут. Что касается повестки саммита, то лидеры стран ЕС обсудят миграцию и отношения с Турцией, вопросы безопасности и обороны, рассмотрят действия России в Сирии, а также примут решение о продлении экономических санкций против Москвы из-за действий в Украине. По сути, обсуждение этого вопроса даже не планируется, ведь никаких позитивных изменений нет, а значит и говорить об отмене или приостановлении ограничений нет смысла. О том, что санкции должны быть продлены, сегодня заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Оланд. Санкции против России необходимо будет снова продлить, хотя нам бы хотелось большего прогресса в имплементации минских соглашений. Сейчас этот процесс идет очень медленно. Мы хотим реализовать минские соглашения, и пока это не произойдет, будем продлевать санкции. Этот процесс не может продолжаться вечно, но если нет никаких усилий, если все попытки снова и снова блокируются, то я согласен с канцлером в том, что санкции нужно продлить. На саммите в четверг также ожидается решение проблемы с ратификацией соглашения Украина-ЕС. Напомню, что соглашение об ассоциации Киева и Брюсселя поддержали все страны, объединенные Европой, кроме Нидерландов. Там на референдуме решили не ратифицировать документ. Скорее всего, ЕС примет предложение премьера Нидерландов о том, чтобы в отдельном документе уточнить, что гражданам Украины не предоставляется право проживать и свободно работать в Европе, и что соглашение не предусматривает дополнительную финансовую поддержку Украины. То есть, в принципе, эти положения ничего не меняют. Это скорее для того, чтобы успокоить самих голландцев. Безвизовый режим с Украиной в четверг обсуждать не будут. Лидеры ЕС уже дали свое согласие, и теперь очередь за Европарламентом. А там этот вопрос собирается рассмотреть в феврале. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Кремль подтвердил факт переговоров Савченко. Но кто говорил с нардепом от российской стороны, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не уточнил. На прошлой неделе, напомню, Савченко посетила Минск. Встретилась с главарями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Разговор якобы касался обмена пленными, но стало об этом известно лишь спустя несколько дней. Сама депутат заявила, встреча была направлена на усиление минского формата. А сегодня рассказала еще ряд деталей. Но имени российского представителя так и не назвала. И сегодня же стало известно, что Савченко вышла из партии «Батьковщина». Об этом заявил ее теперь уже экс-однопартиец депутат Иван Крулько. По его словам, произошло это несколько недель назад, но придавать огласки эту информацию не стали. А позже сестра Надя уточнила. Это произошло 26 октября, когда она ехала в Москву на суд Корпюка и Клыха. Из фракции показ, что Савченко не исключили, но ранее в «Батьковщине» назвали действия депутата недопустимыми. И вот как отреагировала лидер полицилы Юлия Тевашенко. Она не координует свои действия и свои промышленности с партией «Батьковщина». И наши позиции тут радикально расходятся. Я считаю, что Надя Савченко выяснила уже самостоятельно свою долю. Она створяет свой властный политический проект, где она будет лидером. Реакция коллег по парламенту на происходящее вокруг Савченко разная. В оппозиционном блоке на действия Надя отреагировали так. «Не сотвори себе кумира». Об этом написал в фейсбук нардеп Николай Скорик. И в то же время добавил, если в результате действий Савченко освободят хотя бы несколько пленных с обеих сторон, это уже дело. А вот в блоке Петра Порошенко предложили исключить Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, а также лишить ее права представлять Украину в ПАСЭ. Об этом заявил секретарь комитета Иван Винник. По его словам, комитет также обратился в СБУ, чтобы там выяснили все о визите нардепа в Беларусь. В частности, была ли согласована эта командировка, давали ли ей какие-либо указания уполномоченные ведомства, и если разрешения СБУ не было, начать уголовное производство. В Шевченковском райсуде Киева в эти минуты избирают меру пресечения полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безьязыкову. СБУ подозревают его в госизмене и уверяют, что он был завербован российскими спецслужбами. Подробнее Ирина Алманова. 42-летнего полковника Ивана Безьязыкова сотрудники СБУ задержали накануне днем в Житомире, в доме, где он проживает с женой, тремя детьми и тещей. Мне позвонила соседка с работы, сказала, что к нам ломятся через забор, перелазят мужчины какие-то. Мы с дочерью почурили, не ладно, но мы не думали, что СБУ, мы думали, может, какие-то правда террористы. Мы зашли, Ваня был буквально бледного света, я могу сказать по своему взятию, я его хорошо знаю, 9 лет, он был шокирован, он не ожидал такого. Задержали его по подозрению в госизмене, мол, света 2014 по июля этого года, когда тот был в плену у ДНР, его завербовали российские спецслужбы. Поведенка безязыкова у полонии была довольно подозрелой, а именно он был одержан в военную форму СБУ РФ, он имел при себе оружие, что, может быть, довольно экстраординарное для людей, которые перебывают в полонии. Кроме того, он спокойно пересылся и спокойно общался с представителями российских спецслужб. Из Житомира вчера после обеда полковника привезли в Киевское СИЗО, а сегодня вечером в Шевченковский райсуд избирать меру пресечения. Статья 258 с значком 3. Это участие в восприятии деятельности террористической организации. Мера запобежного захода в этой статье безальтернативной, то есть это может быть только держание под вартою. Для злочинных такой категории другие запобежные заходы нашим членным законодательством просто не предбачены. В ожидании судей журналисты интересуются у подозреваемого, правда ли, что он носил в плену российскую форму и российское оружие. Действительно ли он выезжал из ДНР на территорию Российской Федерации? Когда меня взяли в полон моя форма, как она у меня была, она была порвана вся полностью, потому что я носил то, что мне не давали. Да, то была форма российского образца. Не могу это сказать точно, потому что меня вывозили с закрытыми очами, ну, слишком на голове. Возможно. А вот подозрения в вербовке российских спецслужб без языков отрицают категорически. Я сам чуть-чуть в шоке, поэтому мы будем разбираться. Ну, немножко позднее будет ясно и понятно, что мы сейчас будем выгадывать, выдумывать, кто виноват, кто за этим стоит и кому это надо. Как только появляется судья, адвокаты заявляют ходатайство, мол, их подзащитного задержали незаконно. За версию стороны обвинувачения, криминальное правопорушение было выполнено именно в период с серпня 2014 года по липень 2016 года. Его затримание 12 грудня 2016 года, почти через пів року после тех событий, что не відповідає положениям статьи 208. Защитники требуют освободить Безязыкова. Прокурор против. Но судья все же решает выпустить подозреваемого из клетки. Полковник выходит и садится рядом с адвокатами. Те просят огласить небольшую паузу, мол, после задержания еще не успели пообщаться с подзащитным. После перерыва в полседьмого вечера адвокаты просят допросить свидетелей по этому делу. Судья отказывает, тогда защитники заявляют ей отход. В заседании снова объявляют перерыв для поиска в суде, который рассмотрит это ходатайство. Ирина Романова, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Очередную ночь под артиллерийским огнем боевиков выстояли военные на передовой под оккупированными Стахановым и Первомайским. Это луганское направление. Третьи сутки подряд наемники применяют весь арсенал вооружения от гранатометов до пушек. Подробнее в сюжете Ирина Баглай. Видишь вспышку и считаешь, что получается, сколько секунд после вспышки. Буквально полминуты, чтобы укрыться от осколков снарядов САУ и снова в дозор. Этой ночью более 30 снарядов разорвались на позициях военных. Самая небезопасность САУ. 200 метров разлету гарантирован. Тут, если упало где-то, то можно собирать в диаметре на 400 метров осколки. У меня за спиной хорошо просматривается Первомайск. Чуть левее от меня оккупированная Акадьевка, бывший Стаханов. Третью ночь военные фиксируют, как горизонт просто полыхает оттуда, вылетают снаряды тяжелой артиллерии. 8 кассет, это 32 мина. И потом 6 градов, так называемые партизаны. Второй начался полдевятого вечера 120 минами и зенитными установками. Вечером 10 минут 11-го началось между Первомайска и Стаханово стрелять из САУ. Около 30 снарядов. Да, да, вот это возле домов они стоят и стреляют, что в случае чего ответа не было. Наши же войска не будут стрелять по мирным людям. Боевики постоянно меняют огневые позиции. Уловить отхода ведут огонь из градов партизан невозможно, говорит командир. К тому же залпов не слышно. На спасение 5 секунд. Этой ночью наемники выпустили 6 ракет. Град, можно так сказать, на засыпку просто, чтобы уже финальный аккорд, можливо, я не знаю. Жилые в секторе пьют просто. Там не выживает никто, если, не дай бог, кто-то попал пицца. Почему? Там даже осколки такие, что бронежилет не спасает. У подразделения благодаря слаженности и опытному командованию без потерь. Днем пока тихо, можно разглядеть позиции противника. Но горизонт недолго остается мирным. Ну, с границей я тоже. Сейчас он не шел. Вот, началось. Между собой опять что-то. Там за зеленками позиции. Начали опять обстрелять. Лучше здесь вам не находиться сейчас. Украинский флаг далеко впереди позиции армейцев. Боевики не раз пытались его сбить. Военные прикрывают. Говорят, пусть по договоренности и серая зона, но для защитников это Украина. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Россия разместила в оккупированном Крыму комплексы противоракетной обороны С-400. Перевооружили целый зенитный ракетный полк и система С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство. Ракетные комплексы уже прошли так называемые стыковочные, то есть тестовые стрельбы. Россия активно сводит на полуостров современное оружие. Недавно перебросили ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». А израильские BBC получили первые американские самолеты пятого поколения F-35. Всего еврейское государство планирует закупить 50 таких истребителей и военно уверяют, это сделает превосходство Израиля в небе над Ближним Востоком неоспоримым. Впрочем, есть немало скептиков, которые считают, что этот самолет не стоит вложенных в него колоссальных средств. Подробнее расскажет Сергей Услендер. Церемония встречи началась не совсем удачно. Гости ждали до глубокой ночи. Из-за плохой погоды самолеты не могли вылететь из Италии, где проходили дозаправку. Скептики даже начали злословить по этому поводу, что это за самолет пятого поколения, который боится дождя, ветра или тумана. Тем не менее, даже с опозданием, но два F-35 все же приземлились в Израиле на авиабазе «Неватиль». Встречали их как делегацию с другой планеты. Президент, премьер-министр, министр обороны, члены правительства, сотни журналистов и даже глава компании «Локхит Мартин», разработчика этих самолетов. В Израиле они получили название «Адир» в переводе с «Эврита». Это означает «могучий». Перегон проводили американские летчики. Они останутся здесь на некоторое время, чтобы обучать местных пилотов. В Израиле полагают, что обладание таким оружием позволит ВВС еврейского государства сохранять абсолютное господство в воздухе на десятки лет вперед. Пилоты и самолеты «Адир» будут работать на всех аренах, на близких к нашим границам и отдаленных от них. Длинная рука Израиля станет еще длиннее и сильнее. Те, кто решится атаковать нас, рискуют исчезнуть навсегда. История учит нас, что слабые государства не выживают. Только мощь может заключать союзы, только мощь может принести мир. В ближайшие годы израильские ВВС должны получить 50 таких машин. Израиль первая страна, которая приобрела серийный F-35. Это самолет пятого поколения, созданный по технологии стелс, то есть малозаметный для радаров. Израиль даже получил от Пентагона особое разрешение устанавливать на него свои системы авионики. Впрочем, далеко не все разделяют восторги относительно новой машины. Многие эксперты, в том числе и израильские, полагают, что это очень дорогая игрушка, и деньги на нее потрачены и не стоят ее возможности. Критикуют, например, низкую маневренность, принесенную в жертву малозаметность, или относительно небольшую дальность полета, около тысячи километров. Что говорить, если даже новоизбранный американский президент Дональд Трамп выразил серьезное недовольство стоимостью этого проекта. Он так и написал в своем твиттере «Стоимость программы вышла из-под контроля». Кстати, этот твит тут же обвалил акции компании Lockheed Martin, которые за один день подешевели на 3,5 миллиарда долларов. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Еще одно дело. В чем правоохранители подозревают губернатора Запорожской области? В двойном розыске, почему беглого и бывшего украинского чиновника теперь ищут российские органы? Генпрокуратура хочет допросить бывших чиновников-беглецов по делу о преступлениях против Майдана, как подозреваемых. Ведомство готовит соответствующие ходатайства и в ближайшее время направит их в Россию. Допросить хотят и экс-президента Януковича, и бывшего командующего внутренними войсками МВД Шуляка. Их не так давно уже допрашивали в украинском суде как свидетелей, а теперь же хотят пообщаться как с подозреваемыми. Также в планах поговорить и с экс-главой МВД Захарченко, его замом-ратушником и бывшим руководителем киевской милиции. Все они объявлены в розыск и находятся в России. Они идут, будут один за одним. Один закінчили, другой направляют. Сейчас окончается в связи с президентом Януковичем. Но до конца года, я думаю, мы их понаправляем. Виноземная спорта, российская, может сама визначать способ допиту. А способи тут есть три. Мы даем питание, они допытывают. Или едет наш следователь, или по видеоконференции. Мы будем ставить питание про допыт нашим следователям. Резонансное ДТП в Москве. Беглый украинский чиновник сбил детей на пешеходном переходе. Отличился Александр Шары, бывший заместитель председателя госинспекции по вопросам охраны труда. На своем Гелендвагене он сбил двух восьмилетних девочек-близняшек, которые вместе с мамой переходили дорогу. После ДТП нарушитель вышел из авто, но не дождавшись полиции, скрылся с места преступления. Беглеца объявили в розыск. Дети сейчас в реанимации с тяжелыми переломами. Шары ранее неоднократно попадался за превышение скорости. Разыскивают его и в Украине, но уже за мошенничество. Он вместе со своими подчиненными нажился на гуманитарной помощи. В деле Александра Ефремова завершили досудебное расследование. В итоге его подозревают в совершении преступлений по пяти статьям. В частности, в госизмене, намерении изменить границы Украины и создании так называемой ЛНР. Сегодня в столичном апелляционном суде защита экс-главы фракции партии регионов обжалуют меру пресечения Ефремову. Напомню, Печерский райсуд продлил ему срок содержания под стражей до 22 января 2017-го. Слушание продолжается до сих пор. Тем временем адвокаты, обвиняя вам, настаивают, что в процессе нарушена процедура рассмотрения дела. Сторона защиты обнаружила весьма любопытный документ. Это измененное и дополненное подозрение по вновь существующему делу. Это дело было возбуждено 8 декабря всего года. То есть буквально в прошлый четверг. Кем оно было возбуждено, когда, при каких обстоятельствах, на основании чего, мы не знаем. В Черкассах жители одного из общежитий уже второй год живут, как на пороховой бочке. Через дырявую крышу дождевая вода и талый снег затапливают квартиры. Из-за этого начали приходить в негодность несущие стены здания. Но ни жалобы, ни просьбы жильцов отремонтировать кровлю местные чиновники и коммунальщики не слышат. Почему? Станислав Кухарчук подробнее. Татьяна купила комнату в этом общежитии два года назад. Тогда казалось, что коммунальные перспективы могли только радовать. Троллейбусный парк передал помещение городу, и у жильцов появилась возможность приватизации. Но сейчас Татьяне уже не до оформления собственности. Она не закрывается. Тут есть защелка, которая просто из-за того, что размокла дверь, она уже не закрывается. И вот тут вот все капает дождь. Более того, здесь проводка. И рано или поздно это замкнет. Хорошо, если никто не погибнет. Стены трех верхних этажей общежития покрыты плесенью и грибком. Через прохудившуюся крышу дождевая и талая вода буквально рекой льется в комнаты. Своего маленького сынишку Наталья пытается лишний раз не выводить даже в коридор. Это опасно. В комнате сидим с одной комнаты, в другую комнату. И все. С момента передачи общежития на баланс города здесь абсолютно ничего не поменялось. А проблем только добавилось, говорят жильцы. Осторожно. Головая. Алла ведет нас на крышу, словно по минному полю. За два года вода и морозы здесь просто разорвали бетонные перекрытия. Но где конкретно находятся дыры, не знают даже сами жильцы. Может там затекать, может там затекать. А по плитам, внутри плит течет прямо вниз к нам. Люди говорят, они исправно платят за коммуналку. Причем совсем немалые деньги. Примерно полторы тысячи гривен за комнату. А вот добиться того, что положено, никак не могут. Коммунальщики даже анонсировали ремонт крыши. На входных дверях все еще висит объявление. Почему работы так и не начали, замначальника департамента ЖКХ объясняет просто. Денег нет. Там необходимо полностью перекрывать целый дах. То есть по точным ремонтам там не обойдется. То есть будет заявка о потрачении денег. Ну, мы же разумеем. Если там уже дах как крышит. На капитальный ремонт крыши необходимо минимум полмиллиона гривен. Деньги могут выделить из городского бюджета только в следующем году. И при условии, что депутаты за это проголосуют. А значит, в ближайшие несколько месяцев ремонта точно не будет. В отличие от оттепелей и дождей. Начало которых жильцы общежития всегда ждут с ужасом. Станислав Кухарчук, Павел Димошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. В следующем году стипендии для студентов увеличатся на треть. Повышенные будут получать отличники и те, кто учится на так называемых дефицитных специальностях. Об этом премьер-министр заявил в Черновицкой области. Там Владимир Гроссман встретился с преподавателями медуниверситета и открыл новый завод, где будут производить запчасти к иностранным автомобилям. По словам главы правительства, в бюджете на эти цели хотят заложить почти 6 миллиардов гривен. А что готовит 2017-й для самого Кабмина и с какими вызовами он столкнется? По мнению экспертов, это критика популистов, сокращение поддержки со стороны Запада и социальные протесты. Агентство медиастратегии провело опрос 30 политологов по итогам работы нынешнего правительства. И те спрогнозировали, что отправить его в отставку раньше окончания иммунитета, то есть апреля 2017-го, вряд ли удастся. Также посоветовали нынешним министрам сосредоточиться на проведении реформ в экономике и здравоохранении и завершить создание антикоррупционных органов. Громадянам запоминалось, скорее всего, одно. Безумовно, я согласен, что в одном моменте установлены рынковые цены на газ, плюс коммунальный тариф. Но эксперты, думаю, обратили внимание на другие вещи. Это запуск масштабного ремонта дорог. Многие кто запоминает решение о подвищении вдвоем минимальной заработной платы. Большинство экспертов уверены в том, что этот порядок держит свои позиции, даже после того, как закончится его иммунитет в квоте, когда стечет год работы этого склада в кабинете министров. Деякие эксперты отметили, что при этом возможные ротации в складе кабины, что целиком природные. Украинские предприятия на грани исчезновения. По крайней мере, те, для которых основным рынком сбыта были страны СНГ. Из-за политической ситуации они потеряли потребителей. Ну, например, Евросоюзу наши вагоны и цистерны не нужны, а украинский рынок не может обеспечить производителя необходимую загрузку. Как они выживают и что им может помочь? В сюжете в нашем следующем. Полтав-Химаш на этом предприятии еще три года назад вовсю кипела работа. Производили железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки сжиженного газа и бензина. Освоили выпуск автомобилевозов. Но после 2013-го главные покупатели, Россия и Казахстан, отказались от продукции полтавчан. Завод фактически остановился. Руководству пришлось искать новые рынки сбыта. Мы перепрофилировали производство под производство гемкостного оборудования для хранения и выдачи углеводорожных жиженных газов, пропан-бутана. Только уже на украинский наш рынок. Это, конечно, не те объемы. В результате производство сократилось в 13 раз, а количество работников в 4. Люди хотят увеличения объемов производства и повышения заработных плат. Проблемы рабочих сегодня выслушал нардеп от Паблока Юрий Бойко. Говорит, Полтав-Химаш – зеркало украинских проблем. Только в Полтавской области за последние два года около десятка предприятий потеряли традиционные рынки сбыта. А люди лишились работы. Держава потеряла экспорту. Приблизительно 17 миллиардов долларов. Это товары, которые шли от предприятий, ваших, таких, как вы, на экспорт. Сколько же нам обещали державе дать кредиты в МВФ, Международный валютный фонд. Возникает вопрос, почему нам эти кредиты, если бы не потеряли столько экспорта, не потеряли столько таких рынков и не потеряли такие предприятия. За прошлый год, по словам Юрия Бойко, из Украины выехали 5 миллионов людей рабочих профессий. Поэтому парламентская позиция будет настаивать, чтобы нынешнее правительство сосредоточилось на восстановлении экономики. Наша фракция будет отстоять как раз такий подход, поддержку реального сектора экономики, уменьшение кредитных ставок, сдешевление кредитов, створение экспортного агентства, для того, чтобы оно допомогало в прошлом ходе нашей продукции на экспорт. По словам оппозиционеров, правительство должно не гнаться за очередными траншами кредитов, а помогать украинской промышленности встать с колен. И это должно быть приоритетом в экономической политике государства. Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Полтава. Объединенный штаб, ветеранов МВД, афганцев, чернобыльцев и участников АТО призывает создать нардеп Сергей Каплин. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По словам Каплина, решение объединить усилия было принято во время акции протеста ветеранов в милицию, которые требуют пересчета пенсии и отставки министра Авакова. У чернобыльцев и ветеранов афганской войны подобные проблемы отмечает нардеп. Государство постоянно урезает им льготы и сокращает бюджетные программы. Та же участь может постигнуть и участников АТО. Поэтому Каплин призывает совместно отстаивать права всех, о ком забыла власть. В Германии задержан участник шокирующего нападения на девушку в подземке Берлина. Главного подозреваемого еще ищут за информацию о его местонахождении и предлагают солидное вознаграждение. Все подробности инцидента, который всколыхнул всю Европу, материали Татьяны Лагуновой. Вот кадры с камер видеонаблюдения станции метро Нойкёльн. Это не самый благополучный район немецкой столицы. В подземку спускается девушка, следом за ней компания молодых людей. Один из них, затягиваясь с сигаретой и попивая пиво, вдруг с размаху изо всей силы бьет девушку ногой в спину. Она кубарем летит вниз по ступенькам, а парни, как ни в чем не бывало, уходят. Этот инцидент произошел еще в конце октября, но шокирующие кадры немцы увидели только на днях, когда видео попало в интернет и СМИ. На розыске бросилась не только полиция, сразу несколько человек предложили крупное вознаграждение за любую информацию, которая поможет задержать нападавших. Одного из компаний, уроженца Болгарии, уже опознали, задержали и опросили. Он дал показания и признал, что был там. Скорее всего, задержанный будет отпущен на свободу. Нам нечего ему предъявить. Он не толкал девушку, он просто находился там. Этого недостаточно для ареста. Помог ли задержанный выйти на главного подозреваемого или хотя бы назвал его имя в прокуратуре не говорят в интересах следствия. Я не могу вдаваться в детали его показаний. Мы же не хотим, чтобы нападавший из СМИ узнал, что нам рассказал его попутчик. Пострадавшая девушка до сих пор находится в больнице. У нее переломы и многочисленные ушибы. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Чем опасны для родителей американские школьники? Почему героиню комиксов уволили из ООН, а Барак Обама играл в гольф на рабочем месте? Занимательные новости со всего мира в нашем международном обзоре. Ковер в овальном кабинете, как поле для гольфа. Президент США Барак Обама помахал клюшкой прямо на рабочем месте. В компании со знаменитым актером Биллом Мюрреем. Однако у звезды Голливуда внезапно разболелось колено, что дало повод обсудить Обама Кэр. Система страхования для американцев. Медицина в США очень дорогая, но программа Барака Обамы позволяет даже малоимущим лечиться в хороших клиниках. 60-летняя Хелен Чешольм из Великобритании разыскала свою семью. Женщину усыновили в младенчестве, и она долго не знала, что совсем рядом росли семеро младших братьев и сестер. Они никогда не встречались, хотя жили в соседних городках в часе езды друг от друга. Знакомство сделала Хелен знаменитой. Она шутит, что теперь запомнить имена всех родственников будет сложно. Чудо-женщина больше не символ ООН. Вымышленную героиню американских комиксов уволили с почетной должности посла Объединенных Наций из-за жалоб общественности. Дескать, образ слишком сексуальный и не способствует борьбе за права женщин. Именно эту миссию возложили на легендарного персонажа. Недовольные граждане собрали 45 тысяч голосов против. Так что в ООН Чудо-женщина проработала всего два месяца. В США отца старшеклассника избили товарища сына по школе. Мужчина пытался защитить своего отпрыска и сам нарвался на тумаки. Крепкого на вид парня моментально повалили на землю и избили до крови. Причем друзья снимали все действие на мобильные телефоны. Обратился ли пострадавший в полицию, неизвестно. Мусор обратно в дом забросила частная компания в британском Манчестере. Хозяйка наняла рабочих, которые собрали все отходы с ее двора и загрузили в огромный контейнер. Когда клиентка оказалась платить за работу парней, не церемонясь, вывалили весь хлам обратно во двор. Пакеты с отбросами, старые игрушки и даже огромный матрас остались лежать у дома. Скульптура из мясорубки. Израильская художница Замер Пеллет научилась обрабатывать фарфор как глину. Ее скульптуры состоят из множества мелких деталей и напоминают шевеляющиеся огромные цветы и деревья. На каждый шедевр уходит по несколько недель работы. Творения девушки уже признаны в мире. Да и клиентов хоть отбавляй. И под занавес еще немного об украинских реалиях. Скандал в Запорожье. Губернатора Константина Брыля подозревают в злоупотреблении властью и махинации с землей. Документы передали в ГПУ и НАБУ. Кто же накопал компромат на чиновника, расскажут наши корреспонденты. С рапортом в Генпрокуратуру обратился Владислав Куценко. Представился как замначальника департамента ГПУ. Пояснил глава Запорожской обладминистрации причастен к земельным махинациям. Дескать, чиновник погряз в коррупции незаконно завладел десятками тысяч гектаров. Речь идет о так называемой операции «Урожай-2016». Суція операція наче виявити земли, які не обрабляються або не оформлені для того, щоб їх передати потім в оренду, начебто оформленню бюджету. Насправді, операція призвела до того, що всі вільні землі, у тому числі громадські посолища, землі виправних колоній, кінькому заводу, були передані фактично фіктивним підприємствам, у тому числі у безоплатне постійне користування. В обладміністрації все отрицають. Заявляють, операция «Урожай» помогла навести порядок с неучтенной в области землі. При этом зацепили, как здесь говорят, теневой пласт обработки земли с покровителями среди нардепов. Никто не найдет ни одного гектара земли, который забрал бы губернатор или передал бы каким-то своим подопчетным структурам. Такого нет. Но ми вскрыли на некоторых территоріях до 30% земель, на которых по документам являются сенокосами, пастбищами. На самом деле вони десятилетиями засіваються урожайом. Не платяться налоги, не за землю. Весь этот скандал – месть за попытку навести порядок в земельних вопросах, считає губернатор. Тем временем в регионе уже говорят о возможной борьбе за должность главы области. Насколько я понял, это лишь желание Владислава Куценко, ну или не его, а там вот каких-то людей, которые с ним связаны, возбудить это дело. Но дела как такового пока что нет. Есть ли для него основания, ну, трудно об этом говорить, ну не нам как бы оценивать, есть ли основания. Чем закончится скандал, говорить рано. Во всяком случае, глава области уверен, в прокуратуре есть что спросить и у самого господина Куценко. Речь идет о его земельных наделах. А тем временем в самой генпрокуратуре открестились от Куценко. Как заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, он является внештатным сотрудником еще с прошлого лета, попал под сокращение. Впрочем, сам Куценко утверждает обратное. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий, подробности телеканал Интер, Запорожье. Следите за развитием событий на нашем сайте, подробности UA, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин